Друзья, всем привет! С вами Леся и у нас, как всегда, время пустых баночек, но что-то как в последнее время у меня практически ничего не заканчивается быстро, потому что открываются сразу какие-то большие объемы, миниатюрки практически не использую, в общем всего хватает надолго. Но не будем отступать от традиции, но перед своими немногочисленными пустыми баночками я покажу небольшие покупки. Они будут бюджетные, их особо не с чем компоновать, но возможно вам будет интересно. Во-первых, для ребенка купили от BabyLine, это шампунь и гель для душа 2 в 1, постоянно берем с рождения. Очень мы любим, хотя иногда что-то другое как бы попадается, мы пользуемся, но нам не нравится. К примеру, вот закончилась пустая баночка, это у нас тоже шампунь и гель для душа от Бэбл. Не было возможности приобрести BabyLine, потому что он как бы в лежащих магазинах не продается, нужно идти именно в детский. И мы решили попробовать вот такой вот. Честно говоря, запах очень химозный, какой-то прям подгнившный клубники, как мне показалось, надоедливый, но неприятный. Как бы использовать, использовали, никаких отрицательных реакций не было, но я бы не советовала и повторно бы и покупать не стала. Так, еще покупки были вот такие вот небольшие, это марка Свобода, серия Свобода, которую я очень люблю. И конкретно это у меня 2 геля для душа, экстракт клубники, экстракт мелисы. Это такой travel size, стоимость которого 29 рублей. Это я в фамилии покупала, каждый стоит по 29 рублей. Считаю выгодно и в принципе не надоест, и у них хорошие гели. В принципе все, это все из покупок. Конечно же будут интернет заказы, что-то интересненькое. Это такое, знаете, когда не думаешь, но случайно покупаешь. И что же еще из пустых баночек у меня закончилось? Во-первых, парфюм закончился. От De Sitcha Fresh Bloom. Здесь 15 мл. И знаете, это такой вариант, когда, проходной я бы сказала, если вы парфюмоньяк, любитель красивой какой-то интересной парфюмерии, то это вообще вам не нужно. Это когда у вас, к примеру, закончились ваши парфюмы, вы хотите что-то себе купить, но пока не решились, и вот взяли этот парфюмчик 15 мл, перебиться, можно так сказать, а потом заказали что-то классное или купили. Я его использовала, мы с дочкой использовали. Но это и тот случай, когда, знаете, 15 мл и больше не нужно, и то слишком много. Вообще аромат приятный. Такой девичий компотик, цветочки, фруктики, что-то такое простое, незамысловатое. Мне даже слива здесь слышится, не знаю. Но я бы не повторяла и особо, наверное, на этот бренд не обращала внимания. Следующее, что вот такой вот крем от Ивраше в лимитированном дизайне. Давали в подарок за покупку манго и кориандр. Легенький, быстро впитывается, но аромат манго в косметике я не люблю. И я его использовала на ножки. На все кремушки для рук, которые мне не очень подходят для рук. Для рук мне что-то хочется поинтереснее, подороже, побогаче. А это на ножки я использовала, в принципе, нормально. Ну, подарок за покупку. Следующее, что закончилось, это вот такой вот гель для бритья. Silk Touch антистресс и увлажнение масла авокадо Алантаин. В принципе, как к средству, как к гелю для бритья, у меня к нему претензий нет. Пахнет он приятно, какой-то травянистый аромат. Но у меня на него случилась аллергия. Как обычно я его использовала, использовала. Было все нормально. А потом у нас отключили воду. Вы сами понимаете, проточной, к примеру, воды нет. То есть, у нас бойлер не стоит. И греешь воду, в общем, поливаешься, да, этой водичкой с ковшиком и так моешься. Но вот этот гель для бритья, он, получается, на моей коже не был смытым в мгновение проточной водой. А немножко, там, пару минут задержался. И у меня все потом начало зудеть. Все было красное в пятнах красных. Я аллергик, сразу скажу. Кому-то, может быть, эта информация интересна. То есть, может вызвать аллергию, если сразу прям всю же секунду не смывать. То есть, ну, вот так вот можно сказать. Ну, как бы мне это не понравилось. Конечно, потом несколько дней ходишь, чухаешься, все зудит, все красное. Это проблема. И последнее, что у меня закончилось, это вот такая вот упаковка от Сифара. Одноминутные маски с авокадо, 14 штук. Это подарок за покупку. Я их не покупала. Сразу, девчонки, хочу вам сказать, если вы планируете погорячиться и не послушаться, держать больше одной минуты, у вас будет жжение на лице. А если минут пять подержите, вообще будет все лицо красное. И у меня были такие, я покупала с арбузом и еще с чем-то, не помню уже, с миндаль, миндаль, да, там был. А вот эти за покупку. Это старая коллекция. Я даже не берусь судить объективно про эти маски, потому что я уже говорила, что я и маски тканевые, мазюкалки и так далее, это такая история странная, потому что как с тониками у меня. То есть у меня никаких положительных реакций нет на маски вообще. Есть только отрицательные. То есть у меня сразу ухудшается состояние кожи, какая-то перепитка получается. Хотя я тканевые маски наношу, потом все равно смываю водичкой. Короче, не идет оно мне. Единственное, это охлаждающие маски, которые мне подходят. Это у Виши есть, у чистой линии есть. Вот они мне нравятся. Они действительно подходят, бодрят, как-то свежат. А это, это тоже. Я вот даже решила обратить внимание, что будет до и после этих масок, и действительно кожа претерпела ухудшение. Появились высыпания и так далее. И здесь не дело в маске, дело в том, что, наверное, они мне просто не нужны. Ну, это все, что хотелось вам показать и рассказать. Все. Всем большое спасибо за внимание. С вами была Олеся. Всем пока-пока.